Друзья мои, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня будет один из наших самых с вами любимых форматов. Это распаковка с примеркой. На самом деле за последнее время было очень много удачных покупок и такие минималистичные вещи, которые составляют базовый гардероб. Какие-то яркие, которые мне нравятся. В общем, все, сегодня вам покажу. Садитесь поудобнее, заваривайте себе чай или кофе. Приятного просмотра. Друзья, также подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх этому видео и подписывайтесь на мой инстаграм, я всегда вас там рада видеть. Давайте я начну с посылки с Asos. Она небольшая, но здесь просто мои любимые вещи. Первая покупка это вот такая рубашка с коровьим принтом. Он в этом сезоне очень-очень популярный, очень модный. Честно сказать, раньше я не особо любила этот принт. Просто везде, где он был изображен, он был изображен достаточно грубо. В тех вещах, которые я видела ранее, мне не нравилось то, что у пятнышек был всегда четкий контур. Но, по крайней мере, мне это не очень нравится. На этой рубашке вы видите, здесь есть какие-то разводы. Где-то более четкие линии, где-то более размазанные. Этим она меня подкупила. Плюс у нее атласная переливающаяся ткань, и это вискоза. Качество на высоте. Она немножко идет укороченная, но мне это нравится. Классно будет смотреться, знаете, с такими клешиками. Можно даже немножко уйти в ковбойский стиль. С другой стороны, она будет классно смотреться с прямыми черными брюками. Это будет очень лаконично. И вот такой яркий акцент в виде рубашки добавит образу какой-то яркости и красоты. Мне кажется, это достаточно уникальная для меня вещь, потому что я, опять же, повторюсь, в другой ситуации я бы не обратила внимания. Но вот по составу, по качеству... Кстати, какой это бренд? Бренд называется Weekday. У меня размер М, и по качеству, повторюсь, она превосходная. То есть она такая, знаете, тяжеленькая, немножко атласная, струящаяся, очень красивая. Не знаю, я прям в нее влюблена. Это просто покупка месяца. Вторая покупка не относится к одежде с ASOS. Это просто забавная покупка. Я вам так ее покажу мимолетом. Это кружка из серии друзей. И здесь фраза Джо Требиани «How you doing?». Я не знаю, я от нее в восторге. И просто мало ли вам тоже это понравится. Можете пройти по ссылке, посмотреть. Остались они вообще, кстати, или нет, я не знаю. На сайте. Вторая посылка из магазина Zen Wear. И если вы любитель минимализма, то вот вам сюда. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у меня две вещи. Это джинсы и это черная рубашка. Сейчас вам обо всем расскажу. Это белорусский бренд, который выпускает одежду в стиле минимализма. Мне очень понравились, например, у них на сайте футболки, там, с группой кино, еще с какими-то цитатами. В общем, у них русские цитаты написаны или фразы на одежде. И меня это очень привлекло. Я сделала сейчас заказ из джинса и рубашки и хотела посмотреть на качество. Может быть, в дальнейшем я еще закажу какие-нибудь кофты с надписями. Мне очень понравились. И классная философия бренда. Это оставаться собой, выбирая то, что любишь. Давайте я сейчас вам все покажу и покажу некоторые изюминки этой одежды. Во-первых, это обалденные джинсы, ребят. Честно, я обожаю одежду. И, возможно, здесь признаюсь постоянно ей в любви. Но это так. Я искренне и тепло люблю все вещи, которые я покупаю, заказываю, приобретаю. Я это очень люблю. Мне это очень дорого. Мне это нравится. Поэтому, если что, извините за излишнюю какую-то эмоциональность по отношению к вещам. Это широкие джинсы с высокой посадкой в голубом цвете. Я вам сейчас покажу все на крупной съемке. Давайте я предварительно расскажу. Вот посмотрите, насколько они широкие. Я думаю, вы заметили, что в последнее время на такие, знаете, большие широкие трубы А-силуэта. Вот идет тренд какой-то на брюки. Я вчера сидела на Ферфетче. И очень много люксовых брендов выпускают их. То есть такие штаны, буковкой А, которые складываются. Я вам показывала из личи белые брюки. И вот здесь такая широкая штанина. Я покупала, похоже, джинсы из Zara не так давно. Но они были не настолько широкие. Эти джинсы мне велики. И я буду их укорачивать. То есть нужно будет подрезать. Конечно, джинсы и брюки такого плана, они носятся только с каблуками. И никак иначе. Ну, можно еще с какими-нибудь грубыми ботинками. Но вообще желательно носить их именно с каблуками. И смотрите, какая здесь прелесть. Тут сзади, на вот этой бирочке написано. Слушай свое сердце. Это очень приятно. Знаете, такая мелочь, но не знаю. Мне кажется, это очень классно. Вот здесь на внутренней бирке написано. Мы про чистое понимание. Сейчас я вам также все это продемонстрирую в крупной съемке. Джинсы очень классного качества. Здесь идут внутренние карманы. В общем, с ними все замечательно. И мне очень нравится их цвет. Мне очень нравится, как носят такие джинсы, например, заправленными рубашками. Кстати, вот с этими джинсами эта рубашка будет классно смотреться. С футболками. То есть, в принципе, вы можете все, что угодно подобрать. Но акцентная вещь, скорее, это будут вот эти широкие брюки в образе. Вторая вещь, которая мне очень понравилась. Я не ожидала, что она будет, правда, настолько плотной. Это рубашка оверсайз в глубоком черном цвете. Знаете, чтобы вам объяснить, эта рубашка похожа на толстовку. Вот будто у меня в руках толстовка. Но эта рубашка, она вот такая большая. То есть, это оверсайз. Мне тоже такие вещи очень нравятся. И на осень, на зиму они будут суперски просто. Вы можете вниз надеть любые, не знаю, топики, кофточки, маечки. И сверху утеплиться такой большой рубашкой. Это очень классно смотрится. И мне еще нравится, когда черный топ такой лифом идет. И вот сверху такие оверсайз вещи. И внизу джинсы, либо брюки с высокой посадкой. Я, наверное, вместе сейчас вам на примерке покажу это с джинсами, которые от этого же бренда. У меня рубашка в размере М, а вот джинсы не помню. Я вам внизу напишу, посмотрю в заказик. Меня прям приятно удивил этот бренд. И также мне удалось получить для вас скидку Валуева 30. Если вас это заинтересует, по-моему, Валуева 30. Но уточните в инфобоксе эту информацию. Или я здесь сейчас напишу промокод. Можете посмотреть у них вещи. Действительно качественные, базовые, хорошие. У них собственный пошив. И, в общем-то, я очень люблю вообще все бренды, которые занимаются собственным пошивом. Следующая посылка из магазина Charm Store или Charm Store. Вот такой прекрасный костюм с брюками-кюлотами. Только здесь, да, вот обманочка, что это не классические брюки, а кюлоты. Сейчас вам о каждой вещи расскажу. Во-первых, у костюма цвет такой серо-бежевый, я бы сказала. Очень классный. Я вам только недавно говорила о том, что я люблю просто все оттенки бежевого в этом сезоне. И для меня это прям, знаете, такая находка. Он очень красиво смотрится. И я сейчас покажу вам рубашку, с которой я его ношу. Но его можно носить, опять же, с чем угодно. И менять образ, как вы хотите. Можно носить в комплекте с кюлотами. Можно носить отдельно, я не знаю, с джинсами. Можно надеть юбку, кстати, какую-нибудь атласную. Мне всегда хотелось иметь такой костюм. То есть, если вы его покупаете, чтобы отдельно можно было носить джакет. Потому что не всегда мы, как бы, такой total look собираем, да, из костюма и из всех деталей. Иногда хочется более расслабленный какой-то образ делать. И с какими-то отвлеченными деталями. Жакет тоже очень крутого качества. По-моему, в Москве они отшиваются, да, если я не ошибаюсь. К жакету идут вот такие кюлоты. Вот эта часть у брюк, она достаточно высокая. И вот я фотографировалась недавно на фото. Это может немножко странно смотреться. Но в жизни они очень круто сидят. И они очень классно смотрятся. Не знаю, как сейчас на видео это все. И вот такие широкие брючки к низу. Мне очень нравится тоже. Прекрасный цвет, прекрасное качество. Струящаяся ткань я очень такое люблю. И вообще костюмы, жакеты, это настолько про меня. Это настолько мое. И я в этом чувствую себя очень как-то комфортно, уверенно и хорошо. Брюком еще шел вот такой пояс. Но я его сразу вынула. Я нашел их со своим черным ремнем из магазина Endover Stores. Мне очень нравится, как они вместе смотрятся. И покажу вам вот такую рубашку. Не знаю, насколько сейчас камера передаст тоже ее атласность, ее струящуюся ткань. Это молочный цвет, не белый, такой молочно-кремовый цвет. Очень красивый. Видите, с коротеньким рукавом. У меня, честно говоря, не было таких рубашек. И когда я сидела на сайте, там была похожая рубашка с длинным рукавом и с коротким. И я подумала, блин, ну у меня нет ни одной с коротким рукавом. И поэтому, наверное, стоит попробовать ее взять. В общем-то, я ее и взяла. Очень красивая, нежная. И я покупала ее, чтобы носить с этим костюмом. Но, честно, ее можно с чем угодно носить. Очень классно будет смотреться с черными брюками под пояс. Знаете, такой более элегантный образ. И с высоким пучком. Последняя покупка из магазина Decathlon. Я даже не знала, что я буду вам это показывать. Но многие меня спросили в директе про этот костюмчик. Я вам во влоге его показывала. Это обычный спортивный костюм. Знаете, честно, я когда пришла в магазин, я взяла самое недорогое, что подходит для тренировок дома. И брюки ниже колена. Я сейчас тренируюсь и занимаюсь как тренировками основными, так и йогой занимаюсь. Все удобно, хорошо растягивается ткань. То есть, очень комфортно. Вот такой самый классический топ. Здесь нет никаких чашечек, никаких подкладок. Он просто хорошо прилегает к телу. И в нем комфортно. Сзади еще сделана такая сеточка, чтобы проветривалось все. Но, честно говоря, мне кажется, это все не работает. Ну, это как дополнение. Я вам показываю еще один костюм. Друзья мои, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравились эти вещи. Потому что я говорю, сейчас каждый раз покупаю какую-то вещь, собираю какой-то образ. Я все больше вкладываю в это мысли. Все больше вкладываю в это смысл. Потому что я не люблю покупать одежду на один раз. Я люблю покупать одежду, чтобы я могла ее носить много-много-много раз. Просто пока она не порвется. Это тоже какой-то, знаете, момент с детства. Потому что родители всегда приучали меня к бережливому отношению к вещам, к одежде. И мы не могли каждый день себе покупать. Так как сейчас я покупаю одежду, у меня такого никогда в жизни не было. Поэтому сейчас я тоже, знаете, отрываюсь. Но, правда, я это очень сильно люблю. Мне кажется, мое увлечение одеждой и покупками – это какое-то внутреннее проявление себя. Попытка донести, не знаю, свое внутреннее «я» через образы. Потому что для меня это важно. Для меня, действительно, это способ самовыражения. Я очень надеюсь, что вам понравились вещи, которые я вам показала. Скоро будет еще одна большая распаковка. Мне идут заказы с магазина Endover Stores. Я думаю, вы в моем влоге видели, что я там заказывала вещи. Потом будет посылка с Asos, с одного шоурума из Москвы. В общем, будет очень много интересного. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. Если вам несложно, напишите несколько комментариев. Это повышает охват видео. Это помогает продвижению его на YouTube. Для меня это сейчас очень важно. Также, я думаю, вы заметили, что я стала выкладывать по три видео в неделю. Я пока что буду придерживаться этого графика. Это понедельник, среда, пятница. По пятницам, скорее всего, будут влоги. Но не факт. Может быть, я буду их раз в две недели выкладывать. Я еще это посмотрю. Во всяком случае, я хочу вас радовать, вдохновлять. Я хочу вас поблагодарить за вашу обратную связь, за поддержку, за то, что вы вообще есть. Потому что происходит такой коннект, такая связь, которой у меня никогда не было. И я достаточно закрытый, замкнутый человек. Но YouTube-канал и общение с вами, оно помогает мне раскрываться. Оно помогает мне меньше бояться всего вокруг. Я не знаю, как это описать. Опять я развела здесь что-то непонятное, сентиментальное. В общем, ребята, я вас всех люблю. Абсолютно всех и каждого. Пишите комментарии внизу. Ставьте большие пальцы вверх. И скоро увидимся. Я вас всех обожаю. Всех люблю. Целую. До скорой встречи. Пока.